В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Бьюти-индустрия – это всегда внимание к деталям. Одним только ресницам в минувший уикенд был посвящен целый фестиваль Grand Lashes 2017. Конкурсную программу и финальное шоу посетила программа Beauty Time. Вопросы красоты и улучшения внешнего вида всегда приятнее доверить настоящему профессионалу. Выявлением самых лучших лэшмейкеров, то есть мастеров по наращиванию ресниц, занимается вот уже четвертый год турнир Grand Lashes. В этом году объединенными усилиями Академии Premium Beauty и фабрики проектов Константина Никеева это событие вышло на новый уровень. Ежегодный турнир Grand Lashes в этом году проходит и с участием нашей компании. Это на самом деле очень здорово. И, наверное, пришло время, когда стоит объединять силы, чтобы получались крутые, яркие проекты. Ежегодный турнир Grand Lashes будет проходить и в следующем году. Я считаю, что это прекрасная возможность для всех мастеров заявить о себе на весь Урал, потому что этот турнир на весь Уралский федеральный округ. Турнир Grand Lashes состоит из трех этапов. Классическое наращивание, объемное наращивание и фантазийное наращивание образ. Конечно, есть такой критерий, как общее впечатление, который, в принципе, может любой человек дать оценку, да. Но, помимо всего этого, есть профессиональные критерии, которые мастера должны тщательно соблюдать. Это наличие склеек, точнее их отсутствие, дает высший балл. Отступ правильный, он должен быть определенного расстояния. Сейчас у юниоров гораздо больше шансов выиграть, например, даже профи, потому что в то время, когда профессионалы начинали только свою карьеру, не было возможности развиваться. Поэтому юниоры сейчас, они в хорошем положении. Было бы желание. Первый раз участвую в чемпионате, я занимаюсь наращиванием полтора года. Сегодня волнительнее, ручки трясутся. Но нормально, все, сосредоточилась, иду дальше. Сам материал, из которого изготавливаются лисницы, он, конечно, с каждым годом все более модифицируется, что можно так, наверное, выразиться, все больше. Поскольку прогресс-то не стоит на месте. На самом деле материалы, из которых изготавливаются лисницы, все жидкости, это же все равно химические полимеры. И формула, она совершенствуется. То есть, если говорить о лисницах, они, например, с каждым годом все более устойчивы. К деформации в процессе носки, к внешним температурам, любым внешним факторам становятся более устойчивы. Работа лэшмейкеров зачастую предполагает общение только с клиентом и редко с коллегами. А потому сравнить себя, понять свои сильные и слабые стороны, расширить свой профессиональный кругозор, важные составляющие участия в турнире. В самом начале, когда я похудела, обучение по наращиванию ресниц, тогда была такая тяжелая технология, это японская технология наращивания ресниц. Там наращивали пинцетом и иголкой. То есть, один пинцет, одна иголка была. Тогда, в тот момент, мне это не очень понравилось. Когда я нашла Академию премиум бьюти, я сразу поняла, что мне нужно проходить обучение именно у них. После того, как я пришла, никак не пожелела. И с этого момента я поняла, что это моя любовь, это моя страсть. Я всегда любила вот такую кропотливую работу. И мне как бы сразу пал выбор на реснички, потому что мне как бы я сама всегда с разнорочными ресничками постоянно ходила. Вот. И мне как бы нравится я, ну, вот эта сфера получается, сфера красоты. Я всегда хотела в ней работать. Главный приз турнира «Гран-при» получает мастер, участвующий во всех номинациях и набравший наибольшее количество баллов в сумме. В этом году подарок для победителя «Гран-при» предоставила компания «Профессионал Лейт Лайт Кале». Это адреналин, это так заманивает. И хочется вот все время участвовать, участвовать, участвовать. Ну, и побеждать, конечно. Фирменный розовый цвет чемпионата стал в том числе и дресс-кодом «Гранд-пати Лэшес» – торжественной вечеринке по окончанию турнира. Многочисленные награды от партнеров за отдельные номинации получили все без исключения финалисты. Но главной интригой «Лэш-пати» стал выбор «Мисс Гранд-лашес» и награждение ее короной. В этом году жюри присвоили звание к корону Тунзалет Джамаловой. Конечно, всегда есть расстроенные, потому что бывают такие ситуации, когда клей не работает, когда модель подвела и так далее и тому подобное. Но это просто мажор, так случилось. Значит, не в этот раз, все будет. Я участвую в этом году первый раз. И второе место за двух номинаций. Второе место у меня нет слов. Просто я не ожидала вообще. Для первого раза я не ожидала такого результата. Спасибо огромное Алене Саетовой за ее внимание, за то, что она подгоняет нас, за то, что она дает нам возможность получать такие эмоции. Я сегодня участвую в трех номинациях. Второе место заняло в статейном наращивании. Ну, конечно, хотелось бы первое место, но, видимо, есть еще куда расти. Сферы, где есть профессиональное сообщество и общение между мастерами, будут всегда развиваться. А подобного рода чемпионаты – следствие этого объединения и возможность для мастеров почувствовать свою востребованность и признание. Подробный фотоотчет турнира можно увидеть в журнале о самых интересных людях и событиях Екатеринбурга и Челябинска «Мажор-Сити». Это «Бьюти Тайм». Мы продолжаем наш марафон под названием «Подтянись к Новому году». Очередная серия предпраздничного апгрейда прямо сейчас. Контурная пластика или введение филеров – это возможность избавиться от морщинок, скорректировать губы и скулы без операций и с минимальным восстановительным периодом. Контурная пластика – это стабилизированная гиалуроновая кислота, которая скорректирует объем. С помощью филера мы можем скорректировать носогубные складки, носослезную борозду, носощечную борозду. Мы можем ввести препарат в области скул. Можно, например, скорректировать просто одну, допустим, верхнюю губу. Можно губы развернуть, можно их сделать более сексуальные, пухлые. Контурную пластику губ не обязательно нужно расценивать, как только увеличение губ. Мы также можем поработать и просто с контуром, освежить губы, улучшить их текстуру, увлажненность. Поэтому эта процедура подходит как для молодых девочек, так и для очень возрастных женщин, которые не хотят каких-то изменений, чтобы кто-то заметил о том, что они увеличили губы. Восстановительный период после контурной пластики может занять несколько дней. Поэтому идеально планировать визит к врачу-косметологу примерно за неделю до важного события. В Центре наук и красоты сотни услуг для преображения. Коррекция фигуры методом прессотерапии 650 рублей за сеанс. Контурная пластика губ от 9 тысяч рублей. Вечерний макияж полторы тысячи рублей. Улица Косарева, 63. Телефон 77 88 177. Впервые в Челябинске. Отборочный тур чемпионата России по свадебному макияжу и свадебной прическе. 9 декабря. Отель Парк Сити. Главный приз – поездка на чемпионат мира в составе национальной сборной. Организатор чемпионата – салон красоты Барселона. Генеральный спонсор – Центр красоты и здоровья Гармония. Партнеры – школа роста и практики и отель Парк Сити. Заказ билетов 742-88-03. Регистрация участников продолжается. Подробности на сайте barsasalon.ru Тайвай. Все виды тайского и балийского массажа в премиум формате. Территория тайского спа Тайвай. Российская 206. Телефон 223-23-20. Подробное описание спа-программ ищите на сайте taiwai.rf Вы смотрите Бьюти Тайм. Далее в выпуске несколько актуальных идей для обновления праздничного гардероба. Образ для новогодней вечеринки – элегантный, нарядный или эффектный – не ограничивается платьем. В нашей подборке сегодня участвуют комплекты, созданные специально для главного зимнего торжества. Блуза кипельно-белого цвета, особенно в сочетании с контрастным низом, всегда притягивает внимание. А декор и нестандартный крой уберут ассоциации с офисным стилем. И если весь год юбки и сетки или бархата сочетались с простым верхом, то для этого вечера можно себе позволить яркие фактуры из пайеток или гипюра. А чтобы было уютно и тепло, выбор можно остановить на трикотаже. Тематический рисунок на джемпере и мерцающая фактура сделают свое дело. Преимущество составного наряда в его вариативности. Ведь характер вечеринки, погода или наше настроение могут быть разными. Главное, чтобы градус стильности оставался неизменно высоким. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Искушенного зрителя в современном мире удивить не так-то просто. Именно поэтому творцы стараются придумать что-то новое и необычное. Так, например, в нашем городе известный в культурных кругах директор фестиваля «Матч» Альфред Генгер решил прибегнуть к синтезу искусства и снял мультимедийный фильм-концерт под названием «Ин-Аут». Вдохновлялись всеми жизненным опытом своим, в котором очень много всего интересного и увиденного. Художники, музыканты, поэты, все это вместе, в общем, выдало вот эта картина «Ин-Аут». Отдельно была каждая, каждая сцена написана, прорисована, все раскадровки на каждую сцену были сделаны. На тот момент это было больше двухста раскадровок, потом уже убрали, соответственно, часть. Сюжетная линия разделена на 12 частей. Герои попадают в разные ситуации, оказываясь в каждой из 12 комнат. Все сцены сопровождаются живой музыкой в исполнении автора проекта. Гитара сама как инструмент, в ней очень круто получается минор. Именно минор, когда вот эти струнки души, они там начинают у тебя где-то вот тут вот играть, щепетать. Тем самым у тебя образуется интимная связь со зрителем через минор, через вот это щепетение, да. И тогда человек раскрывает себя по полной программе, и его можно зацепить, в него можно вложить вот то, что мы ему показывали. Есть над чем подумать, удовольствие поры бывало такое, знаете, двоякое, потому как не знал, на что обращать больше внимания, на звуковой ряд или на видео. Но, тем не менее, интересно, что они перекликались часто, и тем самым, получается, одно было как бы дополнением другого. Очень много было аллюзий на знаменитых писателей, авторов, людей искусства. Я думаю, что это однозначно для людей, которые ценят искусство, однозначно для людей, которые ценят современное искусство, и однозначно для людей, которые ищут что-то нестандартное. Было интересно разгадывать ассоциации, скажем так, отсылки к произведениям искусства уже существующим. Они были где-то понятны, где-то нет, это тоже было очень интересно. Мы не говорили вот цельную картину этого фильма. Нам говорили конкретно по сценам. То есть какие задачи по сценам, что мы показываем, что нам нужно отразить, передать какие чувства, эмоции. Вот как-то это вот так вот было. Огромное количество сил и энергии мы потратили. Мы все вложили часть себя, потому что мы все над этим очень работали, очень трудились. Мы все помогали Фреду в исполнении его задумки. Авторы проекта назвали фильм «Вход-выход» некой прогулкой в свой собственный внутренний мир. А значит, каждый зритель воспринял замысел по-своему. Есть над чем задуматься, есть что обсудить. Мода как увлечение, источник дохода и образ жизни. О личном и профессиональном, типичном и нестандартном. Об истории развития, прогнозах и перспективах моды в Челябинске рассказывают те, кто ее создает. Это невозможно не любить, если ты здесь работаешь. И невозможно работать, если ты не любишь. Если бы мы просто стригли и красили волосы, не думаю, что парикмахеры были бы так успешны. Я, когда своих клиентов не вижу в своих вещах, меня очень это беспокоит. Думаю, неужели эта вещь не любима, неужели она ей не подошла. Проект команды «Бьюти Тайм». Мода как бизнес. Смотрите на 31 канале. Для тех, кто ценит красоту и время, клиника эстетической медицины «Максима Клиник» представляет. Уникальные аппаратные технологии за один час. Красота и здоровье с максимальным комфортом. Консультация в подарок плюс приятный сюрприз. Телефон для записи 200 ровно 3395. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда на Sony Кривой 30. Впервые в Челябинске. Отборочный тур чемпионата России по свадебному макияжу и свадебной прическе. 9 декабря. Отель «Парк Сити». Главный приз – поездка на чемпионат мира в составе национальной сборной. Организатор чемпионата – салон красоты Барселона. Генеральный спонсор – Центр красоты и здоровья «Гармония». Партнеры – школа роста и практики и отель «Парк Сити». Заказ билетов – 742-88-03. Регистрация участников продолжается. Подробности на сайте barsasalon.ru Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «Ноу-коммент» в завершении выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Еще больше сюжетов о красивой жизни, новости и анонсы модных событий – все это на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта «Модный дом. Я. Имидж-студия Елены Ивановой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова